Нельзя посеять одно, получить другое. Как у вас семьи, такие сходы. При этом Даша мне пришла посылка. Я похлопала душу, но она у меня в левой руке. Таким образом она в левой руке. Давай посмотрим, что там. Хотя я помню, что там. Здесь у нас Роберт Давид Гонсалес Горьего. Белая на черную. Вот такая книжка, очень уютная. Я уже читала ее. Делала об этом видео. Я оставлю ссылку. Читала ее в электронном варианте, но решила заказать в бумажном, потому что я не сомневалась, что мне захочется ее перечитать. Такие книги я всегда заказываю в обычном классическом варианте. И у автора такой степени выразительный язык, что мне кажется, даже если бы он написал что-то вроде «Моя коза гуляет во дворе», значит там бабка какая-то через дорогу переходит, на светофоре зажегся зеленый свет. Все равно это было бы интересно читать просто потому, что у него потрясающий слог. Далее тоже я уже читала, тоже об этом уже рассказывала. Книга Натальи Будур «Поседневная жизнь. Кладунов из Нахарии». То же самое могу сказать и не как. Она очень познавательная, очень, чрезвычайная. Я многое знаю о том, что написано сейчас на книге, но эта книга знает еще больше меня. И, кстати, заказывала все это в интернет-магазине «Лабиринт». Есть там такая функция, что когда хочешь рассказать какую-то книгу, бывает, что вдобавок к этой книге предлагается еще какая-то из той же оперы. и предлагается купить обе книги по цене, которая более низкая, чем они на самом деле в сумме стоят. Мне, кстати, сразу не нравится оформление, потому что с практической точки зрения, на самом деле не на обложке, обычно мне книга важнее, где написано «Повседневная жизнь». Вот эта пазолота, мне кажется, очень быстро слетит. А книги должны быть вечные, как их обложить. «Лабиринт» мне предложил надбавку в качестве дополнения, ну не в качестве дополнения, в общем, заказать дуэт. И вторая книга — это «Повседневная жизнь. Тайной канцелярии». Давно хотела прочесть что-то подобное. Автор у нас Игорь. Игорь Курукин! У меня есть что-то касаемо русской истории Игоря Курукина. Книга Романова, тоже оставлю ссылку, я на нее тоже делала обзор. Обожаю этого писателя. Слушай, я только сейчас заметила, что это Курукин. А-а-а! Скорей бы прочитать. Так, и соавтор Елена Никулина. Тоже что-то знакомое. Наверное, тоже что-то писала. Вот, ну, я думаю, название очень хорошо отражает суть книги. Вроде чего я делаю, это заказ. Акунин! История российского государства. От истоков до моногольского нашествия. Любимый. Скорей бы начать тебя читать. Вот такая обложка шикарная, смотри. Тут она такая вся в каких-то таких узорах. Искусственно состаренная. Даже тут трещинка есть. То есть она в таком выпущенном ретро-стиле. И сбоку тоже в каком-то старорусском стиле сделана надпись. И вот эти рисуночки. Я в восторге, в восторге, в восторге. И тут листы такие, кажется, они называются линованные, если я не ошибаюсь. Иллюстрации. В общем, не буду сейчас себе портить удовольствие. Не люблю заранее что-то смотреть. Я люблю именно страничка за страничкой наслаждаться, удивляться, сюрпризиться. И я очень-очень долго ждала эту книгу. Ну как очень долго, слава богу, пишет быстро. Да получается, я где-то ждала ее с тех пор, как он оговорился в первый раз, что он хочет выступить в роли кармазина. И счастлива, что наконец-то получила эту книгу. На этом все. Я тебе желаю испытывать такие же бурные и не менее отличные эмоции, как я, когда я делала эту книгу. Вот. Ну, по поводу и без. Просто, просто будь счастливым человеком. Пока. Я пошла наслаждаться. Это тебе. За что? Просто так. Ой. Как в той мультике. На самом деле, если серьезно, раз у нас пошла такая пьянка, всякие новинки, только что мне доставили цветочек. Называется «Рождественская звезда». Он называется так по двум причинам. Потому что цветочки напоминают немножко звездочку. И потому что он цветет на Рождество. Вот я, правда, не знаю, на католическое или на наше. Ну вот. Ну, видимо, на католическое, потому что он цветет. Нравится? Вот так. Так. Продолжение следует...